Если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов Водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров Нам болезни солнце, воздух и вода От болезней помогают нам всегда От всех болезней нам болезней солнце, воздух и вода В Москве, в районе Северного Измайлова, на Сиреневом бульваре на территории в 64 гектара раскинулись учебные здания и спортивные сооружения Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Вуз является одним из крупнейших высших учебных заведений в России и за рубежом Среди его выпускников – олимпийские чемпионы, чемпионы Европы и мира В их числе Лев Яшин, Валерий Брумель, Ирина Роднина, Петр Болотников, Валерий Харламов и многие-многие другие Университет готовит специалистов по специальностям физическая культура и спорт Физическая культура для лиц с отклонением в состоянии здоровья Рекреация и спортивно-оздоровительный туризм Связи с общественностью Режиссура театрализованных представлений праздников Менеджмент организации А также бакалавров и магистров по направлению физическая культура Учусь я на факультете гуманитарном, специально спортивного режиссора Поступила, потому что мне посоветовали друзья мои Здесь очень хороший педагогический коллектив И когда я попал сюда, мне очень стало нравиться учиться Из-за того, что здесь коллектив в учебном процессе хороший То есть друзья появляются новые, да? Ну и, соответственно, образование здесь на высшем уровне Вижу себя в дальнейшем каким-нибудь, не знаю, организатором массовых мероприятий И очень надеюсь, что в 2014 году я буду причастна к организации Олимпиады в Сочи Если вы решили связать свою профессиональную деятельность со спортом То в Российском государственном университете физической культуры, спорта и туризма Вы обязательно найдете свой факультет На факультете игровых видов физкультурно-спортивной деятельности Обучение проводится по 11 специализациям Баскетбол, шахматы, гольф, волейбол, теннис, настольный теннис, бильярд Гандбол, футбол, мини-футбол и хоккей Среди обучающихся есть иностранные студенты из Вьетнама, Китая, Германии, Кипра и Марокко Наибольший интерес для сильной половины Представляет факультет спортивных единоборств и прикладных видов спорта Ведь здесь проходит обучение по армспорту, боксу, кикбоксингу, вольной борьбе, греко-римской борьбе, дзюдо и айкидо, карате, самбо, рукопашному бою, тэквондо, стрелковому спорту, современному троеборью и фехтованию, парашютному спорту, горным и подводным видам спорта Ну, я с самого начала выбрал себя спортивную деятельность Это еще случилось в школе, когда учился в школе, будучи в третьем классе Потом я решил связать свою жизнь со спортом Естественно, мне нужен был такой институт, как наш институт, государственный институт физической культуры, спорта и туризма Я считаю, это очень хороший, очень сильный институт, где дают хорошее знание и где я мог продолжать заниматься спортом профессионально Факультет циклических видов спорта – это специализация по легкой атлетике, плаванию, синхронному плаванию, водному полу, прыжкам в воду, гребле, лыжному спорту и конькобежному спорту Факультет сложно-координационных видов спорта осуществляет подготовку специалистов по одним из самых красивых видов спорта Акробатика, спортивная гимнастика, аэробика и фитнес, художественная гимнастика, спортивные танцы, фигурное катание Также ведется обучение в области теории и методики физкультурно-оздоровительной деятельности, спортивно-оздоровительного туризма, менеджмента в сфере рекреации и туризма, детско-юношеского туризма и краеведения, технологии и организации турагентских и туроператорских услуг На факультете индивидуального профессионального образования право на обучение предоставляется сборным командам России На факультете обучались и обучаются чемпионы мира, Европы, призеры Олимпийских игр Это Александр Овечкин, Павел Буре, Ирина Слупска, Анна Курникова, Михаил Южный и многие другие Университет также предлагает обучение на гуманитарном факультете и факультете магистрской подготовки Более подробную информацию о ВУЗе мы узнали, встретившись с ректором университета Блеером Александром Николаевичем Александр Николаевич, Ваш университет пользуется очень большой популярностью и среди, в том числе, международной популярностью И подтверждение тому, если я не ошибаюсь, вручение диплома ЮНЕСКО в 1988 году за вклад в развитие физической культуры Кроме того, среди Ваших выпускников 140 олимпийских чемпионов, чемпионов мира, Европы Среди них такие имена, как Буре, Носов, Роднина После этих имен напрашивается вопрос, как трудно или легко поступить в Ваши университеты И вообще, кто они, сегодняшние Ваши студенты? Сегодняшние студенты это наши российские мальчишки и девчонки, которые заканчивают среднюю школу, приходят к нам Это представители, так называемого, ближнего зарубежья, которое когда-то было единой страной с Советским Союзом Потому что, как Вы уже сказали, ВУЗ является мировым Это представители дальнего зарубежья, различных стран, в том числе и ведущих стран, таких как США, Германия, Франция и другие Естественно, из стран Ближнего Востока, из Азии Очень большой интерес проявляют наши китайские друзья и соседи Какие факультеты пользуются наибольшей популярностью среди иностранцев? Среди иностранцев, наверное, классическая наша специальность Это специальная физическая культура и спорт по подготовке профессиональных тренерских кадров Это прежде всего, потому что, конечно, потенциал, который был заложен во времена Советского Союза Когда на отрасли спорта работала наука, работал космос, работали военные Это было достаточно существенно Весь вклад этих направлений был направлен на победу Так как спорт, спорт высоких достижений, он всегда был политическим И, в общем, для страны всегда являлось приоритетом Показать, что тот уровень науки и, соответственно, тех технологий, которые есть в стране Применяя их для подготовки атлетов Мы можем конкурировать и выигрывать Поднимаясь на самые высокие ступеньки педесталов у ведущих мировых держав Это тоже такая же конкуренция, которая существует, к сожалению, среди военных технологий Точно так же существует и в мире большого спорта Почему когда-то Ваш ВУЗ назывался Московский институт физкультуры, а сейчас еще и туризма? Что это, веяние моды? Это не веяние моды, это, соответственно, факт Началось это с того, что мы разработали свой стандарт для подготовки кадров для спортивно-оздоровительного туризма Это то, чем мы всегда занимались, наша отрасль всегда занималась Это достаточно большое количество людей, которые сейчас все больше и больше возвращаются И хотят проводить свой отпуск и любое свое свободное время В таких вот экстремальных походах по территории России и, в общем-то, по территории всего мира То есть это достаточно популярный отдых Именно то, что всегда считалось классикой туризма Палатка, байдарка, плод, тайга, горные речки и так далее Мы разработали этот стандарт на базе, как я уже сказал, нашего УМУ И это наша именно университетская разработка, которая здесь внедрена Но исходя из того, что это мы уже сделали Мы хотели бы оказывать уже полный перечень услуг И, соответственно, получили и лицензировали специальность по классическому пониманию То, что сейчас называется туризмом Это гостиничное дело и другие направления агентства по туризму Так что теперь у нас полный спектр И наша спортивно-рекреационная составляющая И классический, то есть в классическом понимании туризм В котором достаточно большое количество специальностей Которые мы тоже осваиваем То есть для общей картины Вот Вы еще сказали, затронули тему правительства И возрастающей популярности спортивной темы в России Об этом говорит и возрастающий интерес к спортивным передачам И строительство спортивных площадок детских А отражается эта тенденция как-то на Вашем университете? То есть количество желающих возрастает обучаться? Количество желающих обучаться? Ну, Вы знаете, я думаю, что Вы тоже об этом слышали Что демографическая ситуация в Российской Федерации Не настолько хорошая Отсюда идут президентские инициативы По поддержанию таких вот семей В которых более двух детей Два и более То есть достаточно серьезная инициатива Поэтому есть проблема демографического спада Но в этом году, если мы посмотрим статистику Можно будет увидеть, что в нашем ВУЗе По крайней мере в этом году это не сказалось То есть у нас было достаточно существенное увеличение Качественное Примерно, наверное, по тем направлениям Которые не регламентируются государством Так как мы ВУЗ государственный И регламентация количества поступающих в наш ВУЗ Она ограничена теми рамками контрольных цифр приема У нас, тем не менее, есть еще внебюджетная форма И, соответственно, вот как раз Эта внебюджетная форма увеличилась практически в четыре раза По сравнению с предыдущим набором Вы предлагаете также и дистанционную форму обучения А насколько, по-вашему, заочное образование эффективно? Знаете, эффективность его, скорее всего, заключается в том Что мы повышаем гораздо больше доступность Конечно, есть нюансы, есть проблемы Так как ВУЗ является прикладным По крайней мере в сфере, о которой я говорил Это физическая культура и спорт Это достаточно емкое понятие Но в нем достаточно большая часть Это практические занятия А базы практик Тяжело работать, когда ты не общаешься напрямую со своим студентом Но о чем я говорил О том, что наш проект образования Нам позволяет очень серьезно модернизировать нашу базу Материально-техническую И возможности проведения телеконференций А такие возможности мы имеем уже сейчас Конференции эти можно проводить с любой точкой земного шара Дают достаточно серьезную возможность Для того, чтобы и эти вопросы все-таки решать И решать достаточно качественно Александр Николаевич, в послевузовском образовании У вас также есть высшая школа тренеров по футболу и хоккею Ну а так как футбол в нашей стране Это, к сожалению, хилет своего пята нашего спорта Вот хотелось бы знать ваше мнение По поводу решения проблем, связанных с футболом в нашей стране Вы знаете, это вопрос очень комплексный Футбол это уже настолько специфический род занятий человека Что он уже стоит выше, чем обычное понимание политики и экономики Здесь это некие, наверное, даже приоритетные национальные проекты У многих стран они сложились в течение какого-то промежутка времени Развития самой страны Совместно вот развивался футбол и развивалась страна Для Российской Федерации на данном этапе Эта проблема оказалась достаточно существенной Ну, наверное, даже потому, что с развалом Советского Союза С распадом, соответственно, потерялось большое количество баз Соответственно, потерялось большое количество тех спортсменов Которые были в составе сборной Советской Союзы И вдруг они стали конкурентами Хотя и дружественными, но тем не менее конкурентами Нормальными, да, с которыми тоже нужно было здесь бороться И разрушение же шло не только на уровне материальном Оно шло и на уровне, соответственно, професско-преподавательского состава То есть, я думаю, что все еще до сих пор помнят Времена вот этой перестройки Когда профессор в любом направлении Будь то математик или, соответственно, педагог, психолог К сожалению, не мог получать практически никакую заработную плату Ему приходилось там пытаться переквалифицироваться Либо вообще куда-то уйти И, конечно, произошел достаточно серьезный такой вот скачок Но скачок качественный и, к сожалению, не вверх Поэтому эта ситуация возникла очень серьезно Впоследствии началась ситуация, связанная с уже политическими решениями То есть, что происходит для того, чтобы конъюнктурно на данном этапе Поднять уровень того же футбола Приглашались западные специалисты Приглашались западные, восточные, неважно, спортсмены Иностранные легионеры Которые до сих пор достаточно много Их активно выступают за наши клубы И, к сожалению, пока еще не пробили вот эту брешь В стене, когда мы говорим о создании системы Системы, связанной с воссозданием вот этих начальной стадии подготовки Молодых наших мальчишек и девчонок На стадии, когда они совсем еще дети Приходят, то, что раньше называлось спортивными школами Сейчас есть и спортивные школы, и какие-то клубы профессиональные Которые этим делом занимаются Но для того, чтобы решить эту проблему системную Нужно время И для того, чтобы сейчас решить проблему Профессиональных тренерских кадров Тоже нужно время для того, чтобы их обучить И для того, чтобы их обучить качественно Нужно время и дополнительное финансирование Для того, чтобы мы знали Насколько хорошо подготовлены наши оппоненты Наши соперники То есть мы должны проводить изучение Все это по всему миру И футбол Латинской Америки И футбол Европы Это сейчас делается Наши выпускники и слушатели Высшей школы тренеров В данном случае и по футболу, и по хоккею Сейчас у нас открывается уже отделение баскетбола Надеюсь, что в ближайшее время будет и валетбола То есть именно Почему я называю это Спортивные игры, которые имеют достаточно высокий рейтинг Из зрительских симпатий То есть люди ходят на эти виды спорта Они уже сейчас имеют такую возможность Выезжать и проводить Такие вот стажировки за рубежом Но именно не потому, что они не хотят учиться Соответственно здесь, в России Они здесь проходят определенный уровень Теоретической подготовки Определенной практической И потом стажируются за рубежом В ведущих клубах мира То есть это дает очень большой опыт То есть то, с чего начинали многие страны После войны Второй мировой Япония, находясь в состоянии разрухи Тем не менее сумела восстановиться Используя вот именно этот потенциал Они начали посылать своих специалистов Учиться, изучать передовой опыт Покупать не продукцию, но технологии Вот примерно тем же самым Воссоздав эту высшую школу тренеров Потому что это была разработка Во времена еще Советского Союза сделана И высшую школу тренеров Так как мы были базовым вузом С таким вот мощным именем Тогда еще Гацаливк Это курировал Совет Министров Лично открывали вот внутри вуза Тем не менее отдельно поставленный Совет Министров Открывалась высшая школа тренеров И туда попадали самые лучшие из лучших Те спортсмены, которые заканчивали Спортивную карьеру Те тренеры, которые показали Уже какой-то результат Вот они приходили Сейчас это не настолько, конечно Не настолько строгий отбор Туда могут попасть многие Те, кто имеет возможность Получить это образование Так как эти вопросы все у нас платные Так как это второе высшее у нас образование идет Но тем не менее Мы стараемся сохранить Самую главную ситуацию Это воссоздать то качество Теоретической подготовки И практической подготовки Которая была в Советском Союзе Но добавив к этому еще и изучение Мирового опыта Это уже реальность Мы это делаем Ваше обращение к студентам Людям, которые хотели бы обучаться В вашем университете Самое главное, чтобы наши будущие студенты Понимали, что с помощью только одной тренировки Одного просто прикладного тренировочного процесса Нельзя добиться наивысших результатов То есть, если мы посмотрим статистику По нашим ведущим мировым спортсменам Мы увидим, что это люди неординарные Это люди с достаточно высоким потенциалом Как физических данных Так и умственных То есть, это люди склонные к аналитике И только такие люди достигают вершин Настоящих вершин в спорте Спасибо большое Пожалуйста В РГУ ФК есть все необходимые условия Для успешного и эффективного обучения Чего только стоит один из основных корпусов университета Спортивный Площадью 19 652 квадратных метра В спортивном корпусе располагаются основные помещения Для занятий различными видами спорта Это легкоатлетический манеж С 200-метровой беговой дорожкой С секторами для прыжков и толкания ядра Четырехдорожечный прямой для бега на 100 метров И 110 метров с барьерами В манеже возможно также проведение тренировок Метателя диска с использованием защитных сеток Кроме того, в корпусе расположены зал тенниса и настольного тенниса Зал для занятий футболом и ручным мячом Волейбольный зал с двумя игровыми площадками И скалодром, где, кстати сказать, можно обучиться всем премудростям альпинизма и скалолазания И достигнуть в этом деле немалых высот Студенты открыли нам маленькую профессиональную тайну Обувь для альпинизма нужно выбирать на размер меньше Чтобы лучше чувствовать рельеф поверхности На какие только жертвы не пойдешь ради осуществления мечты И вытаскивая, улыбалась ты, скала ласка моя А потом за эти проклятые трещины Когда ужин твой я нахваливал Получил я две короткие затрещины Но не обиделся, а приговаривал Ох, какая же ты близкая и ласковая Альпинистка моя, скала ласковая Каждый раз меня по трещинам выискивая Ты бронила меня, альпинистка моя А потом на каждом нашем восхождении Ну почему ты ко мне, недоверчивая Страховала ты меня аж наслаждением Альпинистка моя, худоперчивая Ох, какая же ты не близкая и не ласковая Альпинистка моя, скала ласковая Каждый раз меня из пропасти вытаскивая Ты ругала меня, скала ласка моя За тобой тянулся из последней силы я До тебя уже мне рукой подать Вот долезу и скажу, довольно милая Тут сорвался вниз, но успел сказать Ох, какая же ты близкая и ласковая Альпинистка моя, скала ласковая Мы теперь с тобой одной веревкой связаны Стали оба мы скалолазами Несомненным достоинством университета Является историко-спортивный музей Многие экспонаты здесь поистине уникальны Можно увидеть, например, как происходила эволюция лыж От громоздких, неманевренных и плохо скользящих образцов Конца 19 века до суперлегких, начала 21 века Не менее интересна и история коньков В экспозиции представлены экземпляры На которых по льду люди катались 300 лет назад Также можно удивиться тому, какими ракетками В конце 19 века играли в теннис Здесь огромная коллекция велосипедов Детских, тандемных и даже семейных С коляской Поступить в ВУЗ не так уж и трудно Если вы уверены в своих силах А ваша спортивная квалификация не ниже второго разряда Экзамен по физической культуре Обязателен при поступлении на любой факультет университета Даже если вы предпочли гуманитарный факультет Сами студенты говорят, что в их альма-матер Учатся самые здоровые и красивые молодые люди России Генофон страны И с этим трудно не согласиться, глядя на подтянутых Атлетически сложенных мальчишек и девчонок Студентов университета Растущее поколение РГУФК Гордость и слава нашей страны Наше будущее и настоящее Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова